Здравствуйте! Вы смотрите программу новости СРГУ-24. В студии для вас работает Дмитрий Круковец и в начале выпуска коротко о главных темах. По решению родителей к очной форме обучения вернулись практически все девятые и одиннадцатые классы СРГУ-24. Растить новых чемпионов Югра подписала важное соглашение о развитии футбола в регионе. И ждать место под знаком часами, как инвалиды борются за стоянку для авто. Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приступил к работе. Накануне эксглава Минстроя и Тюменской области провел онлайн-встречу с коллективом Полупредского. Во время беседы Якушев рассказал о целях и задачах на посту, в их числе контроль за безусловным исполнением решений главы государства, координация мер противодействия коронавирусной инфекции. Кроме того, субъекты Урала должны по-прежнему обеспечивать стабильное социально-экономическое развитие территории. Уже анонсирована и конференция с губернаторами УРФО. По данным СМИ, она состоится в ближайшие 7 дней. Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят передо мной, как перед полномочным представителем, это, конечно, работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионах непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах Российской Федерации, так как доходы субъектов Российской Федерации достаточно серьезно просили. И тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать четкие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации. Уровень безработицы в Югре с начала года вырос более чем в 7 раз. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора профильного окружного департамента Валерий Беспояско. На учете в центрах занятости стоят 29 тысяч югорчан. Значительное увеличение людей, которые остались без работы, связано с введением карантинных ограничений и снижением количества вакансий на рынке труда. Однако, как отметил Валерий Беспояско, с августа ситуация начала выравниваться. На данный момент в округе открытых вакансий около 17 тысяч. Рынок труда начал восстановление. За весь год через центры занятости трудоустроились более 16 тысяч человек. Еще почти столько же прошли профессиональную переподготовку. Жертв пандемии уже больше 300. В Югре за последние 24 часа коронавирус унес еще 6 жизней. С начала недели стало известно о 24 смертельных случаях. По данным на утро четверга положительные тесты получили 199 югорчан. В Саргуте наблюдается нисходящая динамика. Вирус подхватили 33 жителя. Это наименьший показатель в ноябре. На 10 меньше в столице автономии. В Саргутском районе 7 заболевших. Сокращается число выявленных бессимптомных форм течения инфекции. Таковых всего 9. На порядок больше пневмонии и ОРВИ. Продолжает лечение свыше 4,5 тысяч человек. За сутки выписаны 160 пациентов. 11 школьных классов и 36 групп в 20 детских садах. В Саргуте сегодня на карантине. Их количество снижается. Об этом журналистам нашего телеканала рассказала директор департамента образования Ирина Замятина. Вместе с тем по решению родителей к очной форме обучения вернулись практически все 9 и 11 классы города. Исключение 1,9 класс в школе номер 20. Там мама и папа решили, что детям будет намного безопаснее продолжать дистанционное обучение. А решение взрослых было основополагающим. Ученики выпускных классов будут посещать только те предметы, которые они выбрали для сдачи на итоговую государственную аттестацию. В Саргуте растет количество заявлений от родителей, которые своим решением переводят детей на дистант. Если на выходных таких бумаг было 63, то сегодня уже больше 500. Для того, чтобы оставить своего ребенка заниматься дома, родителю нужно написать заявление в учебном заведении. Конечно, если говорить по доле, по сопоставимости, то до большей степени родителей учащихся 5-9 классов. Ну и меньше это, конечно, 10-11 классов. Потому что все-таки родители понимают, что на сегодня подготовка и к итоговой аттестации, это на уровне среднего общего образования должна быть качественной. Поэтому есть такие заявления, их 501. Я считаю, что это большое количество родителей, которые изъявили желание оставить детей дома. Перевести на дистанционное обучение можно любого ребенка вне зависимости от того, в каком классе он учится. Ирина Замятина отметила, что департамент поможет обеспечить ноутбуками в случае необходимости и ребят необходимость удаленного обучения, которых не указано в постановлении губернатора. Чтобы получить компьютер, нужно уведомить об этом классного руководителя. Добавим, что занятия в учреждениях дополнительного образования, которые подвластны городскому ведомству, сохранены в полном объеме. Это Кванториум, Центр детского творчества, Станция юных натуралистов и Центр плавания «Дельфин». В них занимаются примерно 3000 ребят. Ирина Замятина подчеркнула, что специалисты передают списки детей, которые уходят на карантин, в учреждения доп. образования. Там на занятия таких ребят не пустят. В целом, контрольные требования в организации дополнительного образования такие же, как и в школах. Термометрия на входе, усиленная санитарная обработка и прочее. Рассказать о нарушениях онлайн на портале «Твой Сургут» появился раздел для проблем, связанных с карантинными ограничениями и качеством оказания медицинских услуг при лечении COVID-19. В администрации крупнейшего муниципалитета Югра отметили, что решение создать для этой категории вопросов отдельную вкладку назрело. В последнее время по этому поводу поступает очень много вопросов. На данный момент опубликовано уже три жалобы. Все они находятся на рассмотрении. Опережая сроки, в городском поселении Белый Яр Сургутского района близится к завершению работы на мосту через ручей Перевесный. Когда жителям больше не придется делать крюк длиной более пяти километров, чтобы попасть из одной части населенного пункта в другую, узнает Валерия Кудрявцева. Район Гидрономы в Белом Яру – одна из самых масштабных строительных площадок муниципалитета. Работы по обустройству здесь идут в стремительном темпе. Подрядчик уже завершил строительство дорог и инженерных сетей. В общей сложности на это потратили более 600 миллионов рублей. Объект в том плане уникальный, что строим на 9 месяцев раньше. То есть, вообще, ну, я не знаю, есть другие муниципалитеты, которые строят быстрее. Должны вести до конца этого года. Вы слышали, что на дороге ГАСНО – это Государственная служба архитектурно-строительного надзора уже для контроля и приемки объекта зашла. Это на дороге. Еще один немаловажный для жителей объект – автомобильный мост через ручей Перевесный. В прошлом году из-за проливных дождей, размывших основание, и пешеходное, и транспортное сообщение между двумя частями Белого Яра закрыли. Конкурс на капитальный ремонт сооружения администрация объявляла пять раз. Подрядчик нашелся только в сентябре. Тогда и начались работы. Выполнено асфальтное покрытие, разметка нанесена. Сдать объект подрядчик обещает к 10 декабря. Это на три недели раньше запланированного срока. Для полной готовности долгожданного моста, который вновь соединит две половины Белого Яра, осталось заасфальтировать пешеходные дорожки, оборудовать освещение и установить ограждение. Мы зашли первого сентября на объект. Соответственно, до первых заморозков надо было дать асфальт. Как с погодой не угадаешь, поэтому были взяты очень большие темпы строительства. Так что остановиться до сих пор мы не можем. Все продолжаем и продолжаем строить. И вот успели до первых заморозков положить асфальт. Потом были до минус пяти успеть сделать земельные работы, что тоже было. Ну и вот все в таком ритме и работаем. Масштабные работы этим летом в Белом Яру провели и по подготовке к осенне-зимнему периоду. На ремонт и проверку котельных, тепловых пунктов, оборудование в них, ремонт участков и реновацию магистрали на улице Фадеева потратили свыше 72 миллионов рублей. Работу мы еще в июле закончили. Поэтому подрядная организация. Тут нормальный сельско-сервис, хороший подрядчик. То есть сделали вовремя, качественно. Обновился за лето и центральный тепловой пункт номер 6. Износ оборудования коммунального объекта, по оценке специалистов, превышал 80%. Его замена обошлась в 14 миллионов рублей. Там район достаточно большой. Там Кушникова улица большая. Это часть Есенина. И детский сад Сибирячок. Так и общежитие УВД. Износ сетей составлял от 80 до 100% на разные составляющие. Поэтому объект был очень важен. Завершились работы по капитальному ремонту канализационного коллектора. Объект осуществляет транспортировку стоков на очистные сооружения Сургута. Летом прошлого года из-за того, что он забился, жители Белого Яра, Солнечного и Барсова на три дня остались без горячего и холодного водоснабжения. Приостановили тогда и прием сточных вод. Здесь заменена 630 труба 35 метров. То есть самотечная вода, которая была пробившая, которая была забита. Вот колодца одного до второго полностью заменена. То есть теперь мы спокойны. Ну дай бог. Самый проблемный участок у нас закрыт. Несмотря на большой объем проделанной работы по ремонту и замене коммунальных объектов, работы в Белом Яру еще достаточно. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, в планах следующего года начать капитальный ремонт котельной. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Белый Яр. Одна из традиций рабочих поездок главы Сургутского района – встреча с жителями. Их не проводят уже долгое время из-за ограничений, связанных с пандемией. В минувшую среду такое общение с населением возобновилось, правда, в онлайн-формате. В прямом эфире видеоконференции желающие задавали вопросы Андрею Трубецкому. Большинство участников интересовали темы благоустройства и ремонта дорог. Работы в этих направлениях в поселении идут активно, поэтому говорили в основном о сроках сдачи тех или иных объектов. Кроме того, стало известно, что в Белом Яру могут построить бассейн. Я хочу очень, чтобы на Белом Яру появился бассейн. Мы вслух это с коллегами обсуждали. Первый бассейн, мы обещали, должен появиться на Федоровске. Заключали договоры, деньги предусмотрены у нас в бюджете. К сожалению, ссылается на ковидную ситуацию, застройщик отказался от строительства. Сейчас повторно размещаем конкурс. Я могу обещать четко одно, что сначала строим на Федоровке, второй будет Белый Яр. Губернатор Югры подписала четырехстороннее соглашение о развитии в регионе футбола. Ключевые участники церемонии – министр спорта и глава Российского футбольного союза. А в документе закреплены цели, которых стороны должны достичь вместе. Выполнение условия может дать автономии еще одну профессиональную команду, восемь новых спортзалов и профильную школу. Что может появиться в Сургуте, узнала Татьяна Расторгуева. 12-летний Миша Кузьмин занимается футболом в спортшколе «Ермак» уже год. Влюбился в этот вид спорта после чемпионата мира в России. Самое яркое воспоминание, отраженное Игорем Акинфеевым – пенальти испанцев. Те эмоции сделали из юного спортсмена сначала вратаря, а затем нападающего. Теперь, помимо тренировок, под руководством тренера Сургутянин с удовольствием занимается и самостоятельно. Я всегда хожу в одно и то же место возле школы, недалеко от школы. Я всегда туда хожу, потому что там искусственный газон и там удобнее играть. Еще бы хотелось, чтобы рядом с домом было. Чтобы вышел, зашел, если что, покушать надо взять, воду налить. Чтобы сразу зашел домой, налил, поел и вышел сразу, чтобы недалеко от дома ходить. Думаю, что так я пешком идти, ну я иду на футбольное поле, пешком 20 минут. Во всем западном жилом районе – это Крылова, Белецкого, Есенина и многие другие улицы, футбольных площадок, полей, крытых спортивных комплексов немного. Об остром дефиците объектов говорят не первый год. Там как раз идет стык микрорайонов, таких густонаселенных, там 41-й, 42-й, 43-й, 39-й, 38-й. То есть это новые микрорайоны, которые к этой локации близкие. И в пешкой доступности, можно сказать, в районе 45-47 тысяч населения там проживают. Я думаю, что на сегодня появление спортивной инфраструктуры, которая очень важна в этом районе, я думаю, это будет самым актуальным проектом. Губернатор Югры, президент Федерации футбола региона, руководитель Российского футбольного союза и министр спорта страны подписали соглашение о развитии одной из самых массовых и популярных игр с мячом в автономии. До 2025 года в ХМАО построят 8 новых спортзалов и поле с искусственным газоном. На пяти стадионах заменят покрытие. В регионе создадут еще одну профессиональную мини-футбольную команду, организуют массовые школьные, студенческие и дворовые соревнования. Откроется детский футбольный центр РФС. Системный подход, который внедрен в Российскую федерацию футбола, перейдет и ляжет на региональную площадку. И мы создадим и массовые, и эффективные для людей возможности, особенно для детей, возможности заниматься этим интересным, захватывающим видом спорта. В округе уделяют внимание большому классическому футболу. И если говорить о новом соглашении, оно как раз направлено и на дальнейшее развитие мини-футбола, и на развитие классического футбола, и на развитие женского футбола, который уже есть в округе. Но мы видим огромный, серьезный потенциал для развития женского футбола в округе. Сургусская спортивная общественность новое соглашение уже оценила. Надеюсь, с этим событием появятся новые спортивные сооружения в Югре. Будет развиваться футбол и мини-футбол, и детский спорт. Когда-нибудь кто-то из Югры также будет играть на профессиональном уровне. И спасибо, конечно, за то, что проявляете интерес к нашему виду спорта. Сургут, как самый крупный муниципалитет региона, рассчитывает на дивиденды от соглашения. Главный городской стадион, например, нуждается в замене поля. Удовольствие не из дешевых и стоит более десятка миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитете ждут строительства как минимум одного крупного объекта. Есть даже место – стадион «Локомотив» как раз в западном жилом районе. Он начал строиться при коммунистах, еще коммунистская партия была. Потом все это развалилось, все затихло. Там был проект стадиона на 5000 мест. Мы успели сделать поле трояное, забить сваи под трибунное помещение, отсыпать беговые дорожки. И все на этом закончилось. Площадь позволяет расположить здесь и футбольный стадион, и крытый манеж с легкоатлетическим комплексом, и плоскостные сооружения. Территория окружена зеленой зоной и жилыми домами, что фактически гарантирует высокую заполняемость объектов. В окружном департаменте физической культуры и спорта теперь должны составить реестр территорий, которые в ближайшие пять лет станут более футбольными. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Тренировки будут, но не для всех. В Сургуте нашли решение по занятиям для атлетов, которые посещали спортшколу «Нефтяник». Отметим, учреждение является частным, оно принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Руководство ПАО из-за сложной эпидобстановки ранее приостановило работу всех подведомственных секций до Нового года. Родители юных сургутян, которые занимались «Нефтяники», обращались к губернатору Югры Наталье Комаровой. Она попросила включиться в проблему городскую администрацию. Власти Сургута в итоге предоставили площадки для тренировок, но не всем спортсменам, а только членам сборных команд. В 50-метровом бассейне, например, тренируются 40 пловцов «Нефтяника». Поле для занятий получили и футболисты. Для футболистов в то время, когда этот вопрос решался, погода позволяла. И на открытой площадке возле спортивного комплекса с плавательным бассейном 50 метров была предоставлена футбольная площадка. И было предоставлено время в спортивном комплексе «Энергетик». Также на каникулы было предоставлено время в спорткомплексе «Юность» для футболистов. Также начальник управления физкультуры и спорта сообщил, что тренировки сейчас проводят в полном объеме. В муниципальных учреждениях занимаются почти 11 тысяч человек. Во всех залах строго регламентировано количество квадратных метров на одного спортсмена. Обязательные термометрия, санитарная обработка инвентаря, проветривание. Время нахождения атлетов в раздевалках минимизировано. В Сургуте приняли решение, что любые соревнования сейчас будут ради безопасности проводить без зрителей. Добавлю, что спортпочреждения также мониторят ситуацию с карантином и заболеваемостью как воспитанников, так и сотрудников. На данный момент из-за ОРВИ не тренируется 210 детей. Мы следим за этой ситуацией, мониторим. При первых признаках заболеваемости, естественно, отстраняем детей. Если подтверждается диагноз COVID-19, то мы отправляем на карантин всю группу и тренерский состав. Из тренерского состава в настоящий момент у нас находится на карантине 7 тренеров, 7 работников спортивных учреждений. Борьба за парковку. Сургутянин, инвалид первой группы, живет в четвертом доме на Тюменском тракте. И зачастую он просто не может попасть в собственный автомобиль. Расстояние между машинами на стоянке слишком мало. Кроме того, иногда Сергею приходится подолгу ждать, когда специально оборудованное место рядом с подъездом высотки освободится. Куда обращаться в таких случаях и могут ли люди с ограниченными возможностями рассчитывать на скидку в подземном паркинге, расскажет Мария Ливанян. Сергей прикован к инвалидному креслу уже 10 лет. Не ходить, не встать не может. Сустав не работает. Признается, что к трудностям привык и пытается справляться с ними самостоятельно. Но вот финансово тяжело. Основная часть заработка уходит на оплату услуг социальной службы, коммуналку и иные статьи расходов. В их числе содержание автомобиля, без которого жить еще сложнее. Чтобы снизить нагрузку, хотел получить скидку на место в паркинге. 5 тысяч платить в месяц. 2 тысячи еще ладно, я могу там как-то заработать, скажем так. А 5 это уже многовато будет. На пенсию уже много не проживешь, а мне приходится, я работаю. Ну и помимо подрабатываю, если есть возможность, естественно. Ну и сейчас, в данный момент, например, я работаю, у нас тоже организация, которая инвалидов трудоустраивает. Мы также помогаем таким же, каким мы, естественно, и пока на удаленке. За предоставлением и льготой Сергей обратился в администрацию паркинга. Есть схема, система скидок для инвалидов, для многодетных, для служителей, церковнослужителей. Ну и, по-моему, еще есть ряд категорий. Есть у нас служба, предприятие, которое занимается эксплуатацией этих сооружений. Пишется заявление, прикладывается обосновывающие документы, скажем, инвалид, значит, или многодетная семья. Но есть определенные условия. Скидку предоставляют только в том случае, если человек имеет в собственности квартиру в высотке с паркингом. По адресу Тюменский тракт 4 Сергей проживает уже пятый год, но по документам квадратные метры ему не принадлежат. В получении льготы инвалиду отказано. Во дворе, конечно, есть парковочные места, обозначенные специальными знаками. И если летом они почти всегда свободны, то с осенью и до весной двор заполнен автомобилями. А расстояние между припаркованными машинами зачастую не позволяет проехать к своему транспорту на коляске. Ну, надо время убирать. Иногда приходится по часу стоять, чтобы под знак загнать машину. Ну, освобождается, днем приезжает, на обед уезжает. Вот стараясь попасть как-то в этот промежуток, чтобы хотя бы поставить ее. Нередко на специальных парковочных местах владельцы оставляют свой транспорт без обозначения знаком инвалид. Но такой указатель должен быть на лобовом или заднем стекле авто, на котором передвигаются люди с ограниченными возможностями здоровья. В случае отсутствия данного знака уже можно обратиться, позвонить дежурную часть ГИБДД по номерам телефона 76-101-76-10-02, где дежурный зарегистрирует в книге учета сообщений об обозначении правонарушениях данное сообщение. И после чего отправит свободный наряд на отработку данного обращения. Нарушителей ждет штраф в размере 5000 рублей. Если водитель не перепаркует автомобиль, его транспортное средство на спецстоянку увезет эвакуатор. И счет станет весомее. Увы, но не все автолюбители задумываются о том, что человеку с ограниченными возможностями здоровья поиск парковочного пространства зачастую дается непросто. Ежедневно в дежурной части ГИБДД принимают более десятка сообщений о том, что место инвалида занято. Мария Ливанян, Юлия Бабенышева, Сергей Коликов, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На фоне внезапно возникшей неприязни в Сургуте женщина ударила ножом своего сожителя. В полицию об этом сообщили медики скорой помощи, как только получили вызов в пятиэтажку на улице энергетиков. По предварительной информации, 38-летний мужчина получил проникающее ранение живота и после осмотра на месте в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован в больницу. В обстоятельствах случившегося разбираются силовики и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте. Увидимся на наших каналах. Субтитры создавал DimaTorzok Подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы теперь и в Сургуте. Косметология будущего. Голдберг. Проспект Ленина, 18. Что такое жалюзи-зебра? Это день или ночь одним движением пальцев. Регулируйте поток солнечных лучей, создав мягкий струящийся свет или расслабляющую тень в вашем помещении. У нас большой выбор тканей с разной плотностью и изготовление один день. Закажите практичные и стильные жалюзи «Зебра» в компании «Жалюзи». В лечебно-диагностическом центре «Аксиомомед» высококвалифицированные специалисты оказывают широкий спектр услуг. Флюорография, рентгенография, стоматология, психиатрическая помощь при стрессах и пограничных состояниях, внутривенные процедуры, все виды анализов, в том числе на COVID-19 методом ПЦР. Лечебно-диагностический центр «Аксиомомед». ТВ-реклама. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд» на 5ria.ru. Телефон 221-555. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте «Есенина-2», телефон 600-190. А мы уже рады зиме. Санки, снегокаты, тюбинги – всё, что нужно для детских зимних активностей в магазинах «Карапуз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова